Катя, давно не было тебя на подиумах, были медали, но не золотые. Как это можешь объяснить в первую очередь и как удалось сегодня так удачно отбороться? Я поменяла весовую категорию на 70 и так как мне килограммов 5 не хватало, для меня были тяжелые. У них больше было опыта, потому что практически больше моих соперников, они уже за границей катались. Ну решили с тренерами, ну как бы они вошли в мое положение, что надо загонять в 63 килограмма. Смотрели за питанием, за тренировками, загоняли, приехали и победили. Тренера за меня болели очень сильно, конечно. Посмотрели жеребевку, хорошая попалась, слава богу. Вот так вот. Ну и получилось первое место занять. Ну хорошо к этому готовились к соревнованию. Ты заполняла какие-то паузы там свои соревнованиями в самбо? Насколько я помню, насколько тебе помогало? Ой, ну чемпионат Украины прохожу, а вырываюсь за границу бороться. Вообще никак не получается. Ну, наверное, думаю, что потому что тренера рядом нет. Я езжу с тренерами, которые отвечают за сборную, получается, и как-то сама одна, потому и не справляюсь. Вот так вот. Ну, после сегодняшней золотой медали, наверное, все-таки ты больше будешь внимания именно дзюдо выделять, как ты считаешь? Да, у меня больше получается, потому что там надо обращать внимание на ноги, на руки, а тут просто на верхнюю часть более всего. Ну, как бы мне удобнее бороться в дзюдо, больше, чем в самбо. На домашних татами волновалась? Вот в Днепре боролась? Честно, как бы нет. Я не знаю, как дома там все пришли, все поддержали. Ну, не знаю, как обычно и тренировка прошла. Даже не переживала, как удивительно. И что дальше, какие планы в этом сезоне в двух словах? Честно, я даже не знаю, что тренера решат. Я даже не представляю, что там будет. Завтра второй день. За кого будешь болеть завтра? Ой, за Машу Меркулову, за Никиту Матрашевского, за наших самых сильных ребят. Вот так вот. Придем по болеть с самого утра. Ты уже сегодня победила, чтобы ты посоветовала тем, кому завтра понадобится победа? Ой, самое главное пробовать. Не стоять на месте, пробовать свое делать, не останавливаться. Вот так вот. Ну, и желаю нашим победы, конечно. Конечно.